Вдвое возросло количество возгораний в мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Две причины пожаров видят специалисты – природные и человеческие факторы. На первый план выходит разъяснительная работа с населением. Валерий Королёв приводит в пример вчерашний пожар в Цибанабалке. Если подожгли дети, значит им надо напоминать об опасности. Надо собирать детей, родителей, с ними проводить работу. Есть зоны, вот уже и Благовещенки Сокол знает, у вас есть, в Ветязево есть зоны, потенциально опасность для… Их статистика даже есть, они постоянно нам приносят проблемы. И нашей пожарной части, и нам в том числе. Вот и начинать нужно с этих зон, где наиболее вероятно поджоги эти происходят. Пожарные еще раз объедут все округа и проверят, как обеспечены первичные меры пожарной безопасности. Еще раз вернусь, да, по угрозе, по выпасу от жилых домов, по косу, прилегающим к жилым домам. В таких случаях на сегодня еще достаточно очень много. Ежедневно мы приезжаем, и у нас, доходя до забора, все в сухой траве, и таких жилых домов сегодня, во всех населенных пунктах, предостаточно было. Нерадивые домовладельцы и собственники сельхозугодий должны нести наказание за свое безответственное отношение. Валерий Королев призвал активизировать меры административного воздействия. Тем более, что с сегодняшнего дня введен особый противопожарный режим. При этом в два-три раза увеличиваются штрафы. Отдел надзорной деятельности в этих условиях может на любом объекте провести внеплановую проверку. Также в лесной зоне и на особо охраняемых территориях вводится запрет или ограничение на посещение. И вводится запрет на все виды разведения открытого администратора. Неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности и бдительность позволят защитить наш город от огня. На них даже штраф нет.